Ребята, из вашего разрешения, вручат вам лестонечку, как напоминание. Работаем мы сегодня как с водителями, так и с пешеходами. Возьмите, пожалуйста. На нерегулируемых пешеходных переходах человек всегда находится в приоритете, и водители должны уступать ему дорогу. Об этом владельцам автомобиля еще раз напомнили инспекторы ГИБДД и студенты колледжа Московия. Цель данного мероприятия – безопасный переход проезжей части в связи с участившимися наездами на пешеходах именно в зоне действия нерегулируемых пешеходных переходов. Буквально даже на прошлой неделе у нас произошло два наезда на пешеходах на нерегулируемых пешеходных переходах. Участок для проведения акции выбран не случайно. Чтобы пройти к учебному заведению, студенты переходят проезжую часть именно по этой зебре. Пешеход при переходе проезжей части должен смотреть сначала налево, потом направо, потом еще раз налево, убедиться в своей собственной безопасности, только после этого переходить проезжую часть дороги. Да, она учится на факультете МЧС. Девушка рассказывает, что подобные мероприятия проходят у них в колледже на постоянной основе, и она с удовольствием принимает в них участие. Водители нас очень внимательно слушали и принимали листовки, которые мы им отдавали. Учащиеся раздавали листовки с разъяснениями для водителей о соблюдении скоростного режима. Некоторые были в шоке, некоторым было не до этого, наверное, как-то. Я считаю, что рейд прошел результативно. Также в ходе рейда сотрудники госавтоинспекции напомнили велосипедистам о соблюдении правил дорожного движения. Также хотелось бы напомнить родителям, что при переходе проезжей части наш велосипедист должен спешиваться с пешеходом. То есть слезть с велосипеда или сойти с самоката и в пешем порядке перевозить его через пешеходный переход. Стоит отметить, что все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений находятся на постоянном контроле инспекторов ГИБДД. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Витнет-ТВ.